Если вы думаете, что вместе с летом ушли веселые выходные, то вы заблуждаетесь. Всем привет, меня зовут Евгения Константинова и я расскажу вам, чем можно заняться в грядущие выходные. Куда пойдем, спросите вы. Я расскажу о топе трех мероприятий, на которые стоит обратить свое внимание. И начнем мы с третьей позиции. Итак, 24 ноября в воскресенье соликамцы приглашаются на открытое первенство по каратэ. Вся борьба пройдет на Татане, физкультурно-оздоровительном центре на Калистовке. Так что в воскресенье встаем пораньше и к 12 часам едем в ФОЦ болеть за наших. На второе место также выходит спорт. 23 и 24 ноября в школе Олимпийского резерва в Баровске, который находится в районе так называемом Чикаго, пройдет чемпионат по греко-римской борьбе. Отметим, наша съемочная группа бывает там каждый год. Так что с уверенностью заявляем, приходите, будет интересно. Ну а стать болельщиком можно в субботу в час дня. Наша съемочная группа снова там будет, так что подходите, передавайте приветы и делитесь впечатлениями. Главное не пропустите. И закончим мы наш обзор событий культуры. Помните из школьной программы произведения «Отцы и дети» Тургенева? 24 ноября в Березняковском драматическом театре покажут историю не в привычном для нас смысле. Здесь нет того русского оазиса, дома, дышащего теплом и уютом. Этот спектакль, героем которого становится боль, говорит режиссер. Интригующая правда? Так что 24 ноября. Правляйтесь, Березники. В эти выходные Березняковский драматический театр приглашают на спектакль «Два вечера в веселом доме». 22 ноября в 18.00. А в воскресенье насладимся классикой «Отцы и дети» Тургенева. 24 ноября в 18.00. Справки и бронебилеты в кассах театра. Ну что ж, вот так насыщенно могут пройти ваши выходные. Так что собирайтесь и планируйте свой отдых. Ну а меня зовут Евгения Константинова. Увидимся с вами уже в следующую среду. И я расскажу вам, куда пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok